Что делали ваши сотрудники в первые дни? Как организована была работа? И расскажите про... Может быть есть и другие водители, которые как-то помогали, при этом рисковали свою жизнь? Как вы делаете с этим водителем? В первые дни детально как... Там находились наши сотрудники департамента и АТКП городских дороги. Неподалеку. Увидев, что из окон пошел дым, они сообщили мне и сообщили в Зелентрех. Поэтому оттуда вышки так быстро доехали. Эта вышка успела заскочить во двор, в арку, поэтому она оказалась непосредственно в эпицентре событий. Остальные вышки работали наружу, с фасада здания. Задействованы были вышки Горсвета, задействованы были вышки АГЭТ, задействованы были вышки Зелентреха. Всего было 9, это коммунальных вышек и частные вышки 2, которые мы тоже вызвали. Поэтому в общей сумме в день пожара работало 11 вышек. Все это те вышки, которые непосредственно участвовали в тушении самого пожара. Они не участвовали в спасении людей? Я вам сейчас не готов сказать по части спасения, кто из них участвовал, кто нет, потому что такой информации на данный момент у меня в деталях нет. По одной вышке, которая находилась во дворе, там действительно водитель участвовал. И есть даже несколько снимков Гейт и Рид. Он что, он был в машине, управлял? Нет, он не в машине, он находился снаружи, так как это пульт находится снаружи. Находясь в дыму, он был без спецэмундирования, он был без спецсредств. Потом мы уже нашли ему, вынесли баллоны, но это уже было, так скажем, это потом. Вот сначала, поэтому это работал в том, в чем работал. Маленькое уточнение, будете ли как-то инициировать, вы как руководитель департамента, будете ли как-то инициировать его поощрение городом? Ну, я как руководитель департамента, естественно, выбил с этой инициативой на детского голову. И еще один маленький вопрос. Что с коммуникациями вокруг этого дома? Если остаются ли обесточенными дома жилые, либо без газа, либо без воды, вот какая ситуация с другими домами вокруг сгоревших? В момент этого пожара все было обесточено. На ночь силами ЖКС мы эвакуировали людей из дома смежного. Несколько ночей подряд мы их эвакуировали. До тех пор, в принципе, это пока, скажем так, нам МЧСники однозначно не сообщили о том, что пока никакой опасности нет. Ночью, в первую ночь, с момента пожара силами наших коммунальщиков мы демонтировали все деревья, которые мешали работе пожарников, демонтировали сеть контактную. Ну и обеспечили всей необходимой техникой. На сегодняшний день, вот, по состоянию на 7 утра вывезли уже оттуда 176 водок машин. И до сих пор они работают. Сейчас это постоянно работает. Это по два погрузчика, бульдозер и 4 самосвала. Одна маленькая вышка. По поводу домов. Так они, вы ждете от ваших МЧС, там это уже есть газ? По поводу домов хочу дополнить, что через сутки мы уже наладили снабжение электроэнергией в этих домах. Газ тоже снабдили газом. Вот, сейчас они все со светом и с газом. И с водой? И с водой, соответственно. И с водой только вода, а там, наверное, маленькое напряжение. Да, ну, на момент, когда велись эта работа, это, конечно, там напор не было.